Ясно, что эти люди пришли сюда не просто так, и их кто-то финансирует, и мы знаем, кто их финансирует. Ну, та же, вот эта общественная организация, причем, два депутата и кандидаты в депутаты, их зараза еще, ЗАЗА, она зараза называет ее, так вот эта зараза должна понимать, что она все, что имеет здесь, она имеет благодаря тому, что совхоз работал, и совхоз это все сделал. И поэтому тут у нас хорошая ситуация. Я скажу так, здание, в котором они собираются, которое когда-то Довренкова оформила в собственность муниципальную, на самом деле принадлежало совхозу имени Ленина. И земля под ним тоже принадлежит совхозу имени Ленина. И это значит все, что поливать в колодец, из которого потом напиться придется, на самом деле ты из него черпал все время воду. Второе, что мне очень в этом собрании не понравилось, это постоянное вранье. Вот я говорю, что два дебила это сила, но еще девушка с низкой социальной ответственностью, она вдруг начала рассказывать, что совхоз Ленина требовал 3 миллиона рублей за аренду, чтобы поставить елку. Во-первых, никто не обращал в совхоз Ленина. Во-вторых, кто мешает поставить елку, потому что она всегда бесплатно стояла, и не вопрос. Елка, кстати, принадлежала совхозу Ленина, а у них своей елки и не было никогда. Но если у них есть елка, как она говорит, ну есть же муниципальная земля, ну пускай украсит, ну там детские площадки тут есть в их ведении, тоже вот детская площадка между 15, 16, 13 домом. Там ни одного новогоднего убранства вообще нет. Совершенно спокойно, муниципальная служба, если уж она купила елку, могла поставить там и украсить все. Значит, делать они ничего не хотят, но одновременно какие-то претензии. И объяснение, что вот мы бы такие хорошие, мы бы все сделали, но у нас совхоз плохой, нам какие-то деньги предъявляют. Вообще никаких разговоров о деньгах про елку не было. Поэтому просто сплошное вранье, но это не красит людей, потому что я всегда говорю, слушайте, они потом уйдут, не будет никаких вот этих за-за-за, никаких этих. Потому что они появились только с одной целью, их финансирует Ротагра, они этого не скрывают. И эти все ребята, которые стоят в переходах, которые нападают на людей, это все финансирование рейдеров. Но они действуют через, как бы сказать, как в свое время фашисты и оккупанты действовали через продажных полицаев и так называемых активистов. Так и сейчас. Вот они набрали активистов. Знаешь, у меня иногда просто прямая аналогия. Чужие люди, которые хотят захватить землю и богатство, ну только не страны теперь, а совхоза, наняли вот этих вот штрихбрехеров или каких-то людей, которые продали совхоз и коллектив совхоза и все, что здесь. Но поскольку еще до сих пор денег не получили, ну потому что продали, но не до конца получили деньги. Потому что сказали, когда вот захватим совхоз, разрушим коллектив, директора уберем, тогда остальную часть получат. И вот теперь они, значит, изгаляются. И есть, конечно, предатели, не вопрос никакой. Всегда они были. Павел Николаевич, вас в совхозе все знают. И, как люди говорят, проверенные у нас Грудинин и делом, и временем. Вот, но что удивляет, что на вот 6 человек, на 8 этих митингующих, около 6 там телекамер, это обращено больше для того, чтобы дискредитировать вас во внешней среде, где, может быть, люди не так хорошо знакомы с вашими делами. Ну, во-первых, тут есть интересная вещь. Все действия, они с дальним прицелом. Понятно, что есть политическая составляющая, и Единой России очень не нравится рейтинг КПРФ и людей, которые его поддерживают, и они финансируют это все. И поэтому я должен сразу сказать, что лидеры Единой России, они являются одними из лидеров боевого братства, и они же имеют в собственности, или там управляют рота, вот этой группой компаний рота, и они же фактически получили весь Ленинский район накормления, и все, что происходит в Ленинском районе, это связано с Единой Россией, с ротой и с боевым братством. Поэтому участки земли, которые украдены из лесного фонда, из совхоза имени Ленина, из земель, из садоводства, это все так называемые паи колхоза Владимировича, это все рота, это все боевое братство. И они слились настолько, что уже даже не понимают, где интересы партийные, где интересы бизнеса личного, где интересы общественного объединения, боевое братство. И мы этих видим людей, то они представляют рота Аграб, то они представляют якобы муниципальную службу, понятно, что она фактически уже подчинена рейдерам. И поэтому тут трудно определиться, мы такой трехглавый, скажем так, змей, и мы пытаемся с ними отбиваться, потому что у нас в руках только закон, но закон в России действует только тогда, когда власть захочет. А телевидение-то откуда берется? Тоже часть этого проекта? Это один из элементов борьбы. Нужно же создать имидж, допустим, у тех, которые всегда знали, что он хороший, имидж плохого человека. И меня там, кто называет миллиардером, хотя мои доходы в 10 раз меньше, чем у жены этого господина Саблина, а уж, наверное, меньше раз в 20, чем его доход. Они называют меня олигархом, ну какой же я олигарх, если видно, что даже мелкая власть, типа муниципальная, поддерживает кого угодно, рейдеров, бандитов, но ни в коем случае не коллектив совхоза и не меня. Ну нет, они меня там, ну там много можно рассказывать, чем они меня называют. И вот недавно, совершенно вчера, этот представитель, этот активный представитель Рота Агро, говорил, что я вообще не директор уже, все, пошел нафиг, ты никто и звать никак. Я говорю, слушайте, ну ладно, вы же все-таки юрист, как будто бы, ну возьмите выписку из ЕГУРЛ, почитайте. Там написано, кто директор, значит, и поэтому вы, ну вот, вы можете сказать, что сейчас зима, не зима, а лето, но это все будет зима. Но тут есть одна проблема. Они делают всякие действия, которые не соответствуют закону, им все сходит с рук. Мало того, их поддерживает власть, мы это видим. А мы, чтобы не сделали, даже абсолютно правильные вещи, они воспринимаются, как будто бы мы что-то нарушили. Вот пример. В сентябре этого года, по-моему, 17-го числа, наша комиссия, оздоровительный центр, плюс мы, специалисты совхоза, пошли смотреть противопожарное состояние Дворца культуры. И написали на 30 страницах им акт о том, как нельзя содержать Дворец культуры, потому что там противопожарное состояние, просто, ну, он находится в ужасном состоянии, и там в любой момент может возникнуть какая-то нештатная ситуация. Потом уже 30-го, по-моему, ноября, в общем, вот в конце ноября, в начале декабря, еще раз пошли, проверили, исполнено предписание, не исполнено. Стало еще хуже. В момент, когда туда зашли вот эти 20 человек несанкционированных, а еще 40 встало перед зданием, в этот момент сработала пожарная сигнализация, потому что, во-первых, было понятно, что нужно выполнять предписание, ну, и плюс к этому там какая-то авария произошла. На предложение всех, без исключения людей убрать оттуда, директор вот этого 20 центра муниципального центра культуры ответил отказом. И, естественно, по регламенту, если пожарная безопасность, аварийная ситуация, то, значит, выключается электричество. Это во всех домах, и все сделано. Отключилось электричество, и было сказано, что давайте, вы будете заниматься тем, что сначала предписание выполните, потому что в любой момент вот эти люди, которых никто не знает, кому не представлены, их неизвестно, кто-то может зажечь, как это вот сегодня случилось, но они там едят. Там нет места для приготовления пищи, они там курят везде, где только можно, они там не должны жить, в принципе, и поэтому противопожарное состояние нас беспокоит. Я всегда говорю, слушайте, вы знаете, что когда сгорела зимняя вишня, первый, кто попал под подозрение, а потом был осужден, это собственник, собственник здания. И мы не можем закрывать глаза на те безобразия, которые там происходят. Естественно, сейчас расскажут, что директор совхоза такой плохой, отключил свет, и кружки не могут проходить. А я спрашиваю, а как, когда здание, в общем-то, хоть и большое, но там места, где занятия проходят детей, они достаточно маленькие, а как там еще 20 мужиков сидит? Кто скажет, кто они? Педофилы, все они там будут рассматривать детей, чем они там будут заниматься в этот момент. Потому что все продукты жизнедеятельности, я еще не зашел туда, но запах артистический, например, не предназначен для того, чтобы там проживали граждане, спали, ели, пили, там другие какие-то действия совершали. Поэтому это просто нарушение. А всем будут говорить, что вот директор совхоза плохой, и он бедных детей не пускает в дарец культуры.